Добрый вечер. На часах 19.00 в прямом эфире новости седьмого канала. Меня зовут Светлана Овсяникова и коротко о главных событиях дня. Машина коммунальщиков загорелась в центре города. Внутри фургона была установлена печь. 50 теплых остановок пообещали мерзнущим красноярцам москвичи. Почему городские власти отказываются устанавливать павильоны за счет бюджета? И какие варианты предлагают? Поют очень черные в центре Рима, теряют работу из-за санкций и не могут привыкнуть к итальянской бюрократии. Если вы думаете, что у нас в России бюрократия, то должна сказать, что это совсем не так. И до сих пор мы разгребаем какие-то бумажки, которые мы начинали делать еще полтора года назад. Как выживает русский бизнес в Италии в новой серии проекта «Наши люди Рим». Павильоны снесли, а вывески из 90-х отправили в музей. В Красноярске открылась выставка рекламы уходящей эпохи малого бизнеса. Новый год красноярцы могут встретить под черным небом. Режим неблагоприятных метеоусловий продлили еще на трое суток, как минимум до вечера 31 декабря. Из-за погоды выбросы не рассеиваются над Красноярском с начала недели. Сегодня утром гидрометцентр отмечал высокий уровень загрязнения в центре. Датчики независимых экологов фиксировали выбросы в разных частях города. Но стабильно много пыли, сажи и золы, по их данным, в Октябрьском и Кировском районах, рядом с частным сектором. 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная как Баба Лена, Новый год встретит в больничной палате. Больше недели назад ее увезли на скорой с резкими болями. Несколько дней пенсионерка провела в стационаре БСМП. Позднее состояние бабушки резко ухудшилось, и ее перевели в Красноярский онкологический центр. В самом центре ситуацию не комментируют. Елена Ерхова начала путешествовать с 83-х лет за эти годы. Она побывала в Германии, Турции, Польше, Чехии, Вьетнаме, Италии и других странах. Свой 90-летний юбилей отметила в Доминикане. Баба Лена рассказывала, что сама откладывает с пенсии на путешествия, а летом подрабатывает, продавая цветы. Министерство строительства края обещает закончить дома всех дольщиков к 2021 году. Сегодня свои квартиры получили собственники жилья в Новолэнди, в Емельянском районе. Стройка трехэтажного дома растянулась почти на 5 лет, но в итоге властям удалось договориться с застройщиком и ресурсниками и ввести объект в эксплуатацию. До конца года в Крае сдадут еще три проблемных дома, а в начале следующего возьмутся за жилье на Грунтовой. В Минстрое говорят, теперь темпы ускорятся. Раньше им приходилось уговаривать застройщиков брать недостроенные дома, а сейчас компании вкладывают деньги в достройку в обмен на землю, которую получают без торгов. На сегодняшний день у нас 21 объект в проблемах числится. Мы мониторим ситуацию, видим, что у нас есть в риске на следующий год еще немалое количество. Не буду сейчас оглашать, какое. Далеко не все фирмы у нас смогут продолжить свою деятельность. И в виде вот этот вот негативный потенциал, под него тоже рассчитана наша финансовая система обеспечения средств. Машина коммунальщиков загорелась в центре города на улице Карла Маркса. Видео, объятого пламенем фургона, очевидцы опубликовали в соцсетях. Автомобиль принадлежит компании Краском. Там рассказали, причиной ЧП стало неосторожное обращение с дровяной печью, которую поставили внутри. Ее работники использовали для сушки одежды. Пожар начался, когда машина возвращалась в гараж. Обошлось без пострадавших. Красноярские следователи наградили храбрых детей. И теперь они проводят проверку по факту халатности должностных лиц. О других новостях в двух словах далее. Досмотр, как в аэропортах, ведут с 1 января на железнодорожном вокзале Красноярска, станциях Енисея и Излобина. Пассажиров будут проверять металлодетекторами, а их багаж просвечивать на наличие запрещенных предметов. Такая система – одно из требований универсиады и федерального законодательства. После игры она тоже будет действовать. Выход на перрон ЖД вокзала с пешеходного моста закроют. Зоозащитники спасают бездомного кролика, которого выкинули в подъезд. Там он провел неделю. Сейчас животные в ветеринарной клинике ему дали имя Андрюха. Когда кролика нашли, он был больше похож на валенок. Настолько скаталась шерсть. Поэтому его пришлось обрить. Кроме того, у животного нашли лишай. Желающие помочь могут обращаться к куратору, телефон которого вы сейчас видите на экране. Делегация представителей Республики Алтай с фотографом и священником навестила Агафью Лыкову. Ей подарили теплое белье, мешочки для трав, свечи, шерсти и сапожные иглы. А отшельница рассказала гостям легенду о своем рождении. Отец вырубил из кедра в ванну и положил туда беременную жену. Поэтому Агафья считает, что теперь дух кедра охраняет ее от опасностей и болезней. Сейчас отшельницы 74. В музейном центре Площадь мира сегодня открылась новая выставка красноярского современного художника Александра Сурикова. Экспозиция НРСБ посвящена объявлениям, вывескам, наружной рекламе и прочим атрибутам уходящей эпохи малого бизнеса. С автором проекта пообщался Денис Денисов. Пока с улиц Красноярска пропадает безвкусная реклама, таблички и ее вывески, Музейный центр Площадь мира решил наоборот собрать их всех вместе в одном из своих залов. Правда, в ироничной интерпретации красноярского художника Александра Сурикова. Это своего рода замороженная в картинах уходящая эпоха хаотичного уличного маркетинга. Я помню, как в 90-х годах очень много было этих подобных киосков. Я в них влюбился просто как в арт-объекты. Просто вот смотришь, бывало, такой киосок набитый, неизвестно, какими товарами он не был набит. В то же время он в решетке весь стоит, и гирлянда я обвешена, и такое светится вообще. Ну, хоть вот так вот бери и выставляй прямо в музейном помещении. Я вот влюбился, еще никак не мог подобраться к этому созданию какого-то проекта. А потом вот у меня натолкнула мысль, что можно вот поиграть со словами и с изображением одновременно. Выставка носит название НРСБ. Это сокращение от неразборчива. И картины доходчиво воплощают эту концепцию. Все мы были свидетелями того, как нагромождение букв, слов и символов на улицах порождают подобные несуразности. И я, например, отчетливо помню, что однажды проезжал мимо подобного секонд-хэнда, но, по словам художника, это не конкретно Красноярск, а некий усредненный российский город. Непосредственно вот то, что есть на самом деле, тут может быть, ну, 10% из всей выставки, то, что он реально существующий, а остальное все как бы придумано. В то же время была задача, чтобы была узнаваемость этих объектов, чтобы человек пришел, о, а у меня вот тоже вот такая же, вот рядом стоит там вот такой такиосок, почти чуть один в один такой архетипичный такой образ создавался. Стоит, наверное, сказать спасибо художнику, что все это останется артефактами в галерее, а не на городских улицах. Увидеть все можно с сегодняшнего дня до конца февраля в синих залах музейного центра. Денис Денисов, Валерий Чащин, Седьмой канал. Через две с половиной минуты новая серия проекта «Наши люди». Расскажем, как при санкциях живется предпринимателем время. Оставайтесь на Седьмом канале. Вместе мы ярко проживаем каждый день. Я готов? Пишем? Находим интересное. Следим за модой. Создаем свой имидж. Но остаемся собой. Искренне радуемся и верим в лучшее. Я – Седьмой канал. Мне 20 лет. Дальше. Еще интереснее. Мы продолжаем рассказывать о жизни наших соотечественников в Риме в условиях санкций. Сегодня о русских предпринимателях. С какими препятствиями сталкиваются бизнесмены в вечном городе. О главной болезни римских чиновников. И о перспективах торгово-экономических отношений России и Италии. Об этом в четвертой серии проекта «Наши люди. Рим». Еще полтора года назад здесь был китайский салон красоты. Но предприимчивая москвичка Ирина Ешкина решила переделать его в студию «Полдэнс». Если бы небольшое желание заниматься любимым делом, ни за что бы не довела начатое до конца. Если вы думаете, что у нас в России бюрократия, то должна сказать, что это совсем не так. И до сих пор мы разгребаем какие-то бумажки, которые мы начинали делать еще полтора года назад. Ирина рассказывает, римские чиновники страдают бумажной болезнью. На каждую услугу требуют отдельный контракт. Электричество, водоотведение, интернет. Коммуналка здесь дороже, чем в России. Разница доходит до цифр с тремя нулями. Согласование только одного договора в муниципалитете занимает минимум 2-3 месяца. Но сложнее всего в Риме найти подходящее помещение. С первым собственником мы не договорились. И это было мне немножко напряжно, потому что у меня, скажем так, уже было заказано все оборудование. У меня уже все было готово, чтобы вот сейчас с такого-то числа начать ремонт. А тут все как бы помещения нет, и ремонт, собственно, делать негде. В итоге помещение нашли почти случайно, но на этом проблемы не закончились. Оказалось, что итальянцы совсем не умеют делать хороший ремонт. Пришлось брать в руки кисти и дрель. Труды того стоили. Студия спустя полгода начала приносить прибыль. Ирина говорит, в Италии эта ниша, как ни странно, никем не занята. И количество клиентов растет с каждым месяцем. Русские романцы, водка и селедка под шубой – все это по соседству самой известной галереи Рима Баргеза. В этом русском пабе итальянские мужчины, подочи черные, рассуждают о красоте наших женщин, сидящих с ними за одним столом. Кафе четыре года назад открыла бывший администратор казино из Ростова Ирина Фортуна. Говорит, иностранцы в паб заходят, но чаще, чтобы просто посмотреть. Итальянцы – большие традиционалисты. Они предпочитают свою кухню. Нашу кухню они пока еще только открывают. Поэтому будем надеяться, что все пойдет хорошо. Мы окупаем себя, конечно, зарабатываем по среднестатистической итальянской зарплате. Зарплаты времени очень большие. Прибыль получают в основном в сезон. С мая по октябрь сейчас временное затишье. Дороже всего обходится аренда около двух тысяч евро. А нервов больше тратят, опять же, на общение с местными чиновниками, которые меняют регламенты чуть ли не каждый месяц. Папу из-за этого несколько раз пришлось перестраивать. Ирина признается, влияние санкций на себе не почувствовала. Говорит, итальянцы от этого страдают гораздо больше. Санкции – это для всех плохо. Для Италии, для России и для Украины. Это мое мнение. Они ведь против простых людей. Сами посудите, я 10 лет работал в хорошей клинике врачом. Теперь вот два месяца в такси. Есть разница? А моему другу пришлось продать свой мебельный бизнес. Он разорился, потому что стало невозможно работать из-за политики. В правительстве Италии посчитали, с момента введения санкций работы лишились больше 10 тысяч итальянцев. Потери в экономике еще более внушительные – 7 миллионов евро в день. В российском посольстве, говорят, наша страна убытков понесла меньше. А отношения в последний год начали выравниваться. Буквально несколько часов назад состоялось подписание очень важного контракта в рамках нашего экономического сотрудничества. Ни много, ни мало, на 2 миллиарда, 200 миллионов евро. Весь идет по сотрудничеству строительства очередной серии завода по сжижению природного газа. По подсчетам наших аналитиков, в следующем году товарооборот между странами может вырасти на 15%. Пока же продолжаем наблюдать за тем, как на мусорных полигонах бульдозерами давят итальянский пармезан и польские яблоки. За последние три года в России уничтожили 25 тонн санкционных продуктов. Продовольственное эмбарго продлили до конца следующего года. В заключительной серии проекта «Наши люди Рим» развеем некоторые рождественские мифы об итальянцах. Расскажем о том, какие русские традиции кажутся странными жителям Аппинин и о чем россияне просят итальянского Деда Мороза. Об этом завтра в вечернем выпуске новостей в 19.00. Красноярцы просят вернуть теплые остановки, которые испортили вандалы. Однако в мэрии заявляют, монтировать комфортные павильоны за счет бюджета не будут. Накануне длинных холодных выходных в ситуацию вмешался председатель постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре городского совета Вячеслав Дюков. Подробности в материале далее. Посмотрим, как администрация города сможет организовать вот такое частно-государственное партнерство. В принципе, мы поддерживаем нашего мэра, который решил наш город сделать более удобным для жителей. И павильоны Роспечать, они, в принципе, идейный вдохновитель Сергея Васильевича. Есть опыт других регионов, которые аналогичны. Вот вид торговли, то есть как бы он представлен именно павильонами, а не киосками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через полторы минуты расскажем, сколько квартир в Красноярске можно купить на праздничный гонорар Веры Брежневой и Ольги Бузовой. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твой ход. Прогнозируем. Продумываем. Получаем признание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе достигаем цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любим красивое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ценим роскошное. И мы всегда в движении. Я. Седьмой канал. Мне 20 лет. Дальше. Еще интереснее. Гонорары российских звезд пересчитали в красноярских квартирах. Это сделали аналитики портала недвижимости n1.ru. Оказалось дороже всего выступление группы «Руки вверх». Чтобы увидеть вживую Сергея Жукова и слушать его песни всего 45 минут, нужно заплатить 5 миллионов. Столько же стоит трехкомнатная квартира в Центральном районе. Концерт Веры Брежневой дешевле 4 миллиона 200 тысяч. Или трешка в Железнодорожном районе. А вот Ольга Бузова, дискотека «Авария» и Алексей Чумаков просят по 2 миллиона. В Красноярске это примерная стоимость однокомнатной квартиры. И в следующем году в городе планируют открыть 8 детских садов в общей сумме на 1950 мест. Также в течение трех лет ведут в эксплуатацию 5 школ на 6620 учеников. Красноярский горсовет подвел итоги работы уходящего года. В этот раз созыв обновился на 85%. Из предыдущего состава осталось только 5 человек. К тому же изменился и перечень партий. Появилось представительство «зеленых». Впрочем, как отмечает Наталья Фирюлина, уже к концу года партийная принадлежность отошла на второй план. И еще подчеркнула, новый созыв отличается от предыдущего и в других аспектах. Такой очень внимательной атмосферой. Внимательной к проблемам. Внимательной к решению этих проблем. Отличается тем, что этих депутатов интересуют не какие-то там 2, 3, 4, может быть, темы, а интересует практически все то, что происходит в городе. Председатель городского совета Наталья Фирюлина рассказала, за эти несколько месяцев в течение 7 сессий депутаты рассмотрели больше 60 вопросов и провели 43 заседания комиссии. Разработали 14 муниципальных программ. Изменения коснутся всех сфер жизни красноярцев. Это и транспорт, и общественное пространство, и соцобъекты. Одно из главных достижений – принятие бездефицитного бюджета на реализацию этих программ. Также, по словам Фирюлиной, впервые в красноярском бюджете выделили деньги на обеспечение полноценной инфраструктуры для маломобильных граждан. Необычная новогодняя сказка и увлекательные опыты с азотом. 7 канал вместе с краевой газетой «Наш Красноярский край» поздравил детей перинатального центра с наступающим Новым годом. Компании организовали родителям и их особенным детям предновогодний утренник. Сотрудник Ньютон-парка замораживал розу в жидком азоте, рассказывал о свойствах этого вещества и даже позволил вдохнуть ледяные пары. Зрители и пациенты психоневрологического отделения, по словам специалистов для детей, этот предновогодний утренник – один из самых ярких и масштабных праздников в году. Дети очень ждут праздника, ждут Деда Мороза, ждут елочку, потому что праздник, тем более новогодний праздник, это мечты, это желания. Для наших детей это дополнительный праздник. У нас дети приезжают со всего края, со всего края, поэтому не у всех детей есть такая возможность увидеть Ньютон-парк. Дети, которые в Новый год по тем или иным причинам остаются без новогоднего праздника, это всегда очень грустно, это действительно волшебный праздник. И поэтому наша редакция с большим удовольствием откликается. Мы все вместе приобретаем подарки, упаковываем их, выясняем, что можно той или иной категории детей, потому что за эти годы в разных учреждениях мы проводили эти акции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова